доброй ночи друзья ну не успел я по убирать сегодня у всех но все равно и перепелов все почистил клетки хотя не чистил их долго и вот здесь почистил и у свинюшек всех почистил и двор по убирал ну короче что успел то сделал плюс еще есть немножко по делам ненадолго но отлучались вот так здесь порядке что еще хочу хочу сказать этих этих девок загнал грязные как как свиньи да по другому не скажешь сегодня вечером утром я вам показывал не утром там ближе к обеду показывал как ну видео снимал как овсянку покрыл коржик а вечером уже без вас когда пособирали груши ролик про груши у марина на канале я уже оставлял ссылку под тем роликом и под этим оставлю сейчас кстати принесу груши посмотрим будут они кушать их или нет убирал у этих обормотов до циклухи мелкие что ты принцесса мне написали что пупырка пупырка похоже ну или ёжик на неё похож похоже короче с ёжиком только колючек у неё нету ну вот так растут они хорошо сейчас принесу груши мы насобирали много груш это все есть в ролике но на маринном канале так что кому интересно переходите посмотрите комментарий закреплю в комментарии ссылку на тот ролик там я закреплял ссылку на канал а здесь именно на ролик кто еще не приходил просмотрите вот так все пупырочка не знаю получится у меня с ними справиться я имею ввиду по поводу туалета или не получится но делаю одну и ту самую процедуру в этот угол и накладываю спать а этот угол оставляем мокрый вот такой да под это пока потом потом дальше конечно у них будет здесь посуши потому что они уже разберутся где и куда ходить все бармотики давай отсюда отодвину чтобы если перевернули то пусть здесь будет мокро да давайте еще налью может еще кто-то попьет попозже вот так еще знаете ох из циклуха попила и сразу справилась еще много кто пишет потом по поводу коржика что его жалко и вдруг он мне пригодится знаете вот это как бы вот эту мысль мне вы мне в голову немножко убиваете и у меня у самого крутятся такие мысли по поводу того что как бы время то летит быстро и не факт что вот этот красопед как бы может с мелкими с вот этими он справится в феврале а с большими они то повыше ростом а вдруг он до них не достанет да и я опять буду переживать нервничать хотя если их опять пустить один раз на свой счет то есть на мой счет отдохнуть то он конечно подрастет к марту но чтобы не переживать может и правда зайца покастрировать и убрать ну к новому году а коржика оставить еще на февраль как бы не для того чтобы им покрывать а просто как перестраховка он и сейчас у меня так поработал со свинюшками и может так сделать на февраль как вы считаете может и правильно то есть как бы я тогда не буду переживать что заяц не справиться со свинюшкам потому что у меня будет на подхвате коржик но это что же нужно за ним смотреть он не чистый вьетнамец вдруг он за эти четыре месяца вымахает такой что он мне подавит свинок короче к чему я веду скорее всего вот как через три недели может даже не через три недели через несколько дней как пройдут все сроки у этих девок они не загуляют то зайца буду убирать значит коржик рабочий но как бы вот уже сегодня четвертое число четвертое я не знаю я не сильно слежу за датами вот этими и получается что уже как минимум три свинки не пришли в охоту а значит коржик коржик работает хорошо значит заяц мне не нужен то есть будет возможность сосед приедет домой с рейса нужно его попросить пусть мне поможет подержать еще меня спрашивали как кастрировать большого кабана типа его за ноги не подвесишь тут тоже процедура есть ну вот фиксации это нас вет академии еще учили и как бы есть методы фиксации для разных видов животных и разные методы фиксации и повалки животного то есть это мы все учили это можно посмотреть в интернете кабанов фиксирует за верхнюю челюсть я уже много раз об этом рассказывал он тогда стоит неподвижно под задние ноги подставляющему бревно чтоб он не сел и в таком положении его кастрируешь то есть если кабана зафиксировать то для кастрации большого кабана даже не маленького вот обычного большого весом например в 300 килограмм нужен ветврач для кастрации и один помощник то есть не нужно 150 человек чтобы завалить такого большого кабана так что это не не сложная процедура это все очень быстро проходит и очень быстро делается так что так что вот такие дела все пойду схожу за грушками посмотрим будут они кушать или нет так как мы их собрали очень поздно то так это мне артем понакидал то очень много груш подгнивает прям на дереве пчелки это прокалывает и сосуд с них сок и груша сразу прям моментально из-за сладости начинает бродить и гнить поэтому три ведра три ведра груш саймон ты уже спишь три ведра груш сувенюшком ну где-то ведра 4 может 5 нам на еду будете девки вкусные сладкие или не будете попробуйте просто укуси ну кто-нибудь жалко пропадут сладкие конфетки сейчас забродят будет брага будут свиноты песни тут петь да девки на заяц точно ест зайцу кидали пепе кидали за пепу вообще можно не спрашивать пепа жрет все только что можно вот видите вот так вот тут прокол и сразу начинает вот так резко во все стороны расходиться и гнить так что а свинюшки за день за завтрашний и те два остальных ведра съедят вставай овсяночка вставай и этим дюхом мелким сейчас дам да красотулечки нате грушка смотри какая это такая вкусняшечка а ну попробуйте попробуй красавица попробуй такая серенькая мне стали писать что ее нужно называть назвать кнопа что ее нужно типа ей пупырка не подходит что ее нужно назвать мышка друзья это вот она сейчас месячный такой двухмесячный поросенок это она вам мышка а когда она вымахает 100 килограмм она что станет крысой что ли или капюбара я не пойму она же будет большой большой свиньей ну как бы какая мышка а какой мышки идет речь это точно так же как вот с крошечкой хаврошечкой она что уже не хаврошечка мы я же ее уже называю хавронья какая она хаврошечка если она огромная хавронья посмотрите вот так так что никакой мышки никакой мышки принцесса пупыркой . да грызут эти грызут это ты грызешь или нет девчон перепелки сегодня снесли я забрал 134 яйца тихо девка тихо 134 и вот еще два это уже 136 яиц сегодня нужно будет завтра тут нету 136 короче ну может еще снесут но уже максимально хорошо несутся это завтра нужно будет посылочку отправить вот целый за вчера за вчера и за сегодня это вот это ну как бы инкубационное яйцо от этих вот это это инкубационное яйцо от белых перепелов у меня одна ну одна зрительница попросила чтобы именно от белых я насобирал они несут в среднем 25-27 яиц в день поэтому за 4 дня насобираю а это яйцо от этих ага вот разбитое это можно отдать вот этой красопитки на на о а это яйцо от ну которые без без зародыш о тебе боже как испугалась без зародыша так что короче собираю сразу и на еду яйцо и на инкубацию от сереньких и на инкубацию от беленьких ну вот так все игрушки хорошо идут да ну нравится да и тыкву сегодня ели и груши у тебя получается свинюшечка такая мордочка у нее красивая вот это ну серенькая вот такие беленькие как клыки у этих у бородавочников да вот беленьким красивая такая серенькая серенькая полностью если 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 хавронья у него такой поясок есть беленький то это прям вся серенькая ну давайте вам вот вас трое вот это все вам нате о это вам вкусняшечка ну вот такие вот дела ну нравится вы видите сладенькие все съедят свиноты свиноты едят хорошо конечно чуточку побитые но это нормально кабаны крупные от этого никуда не деться все чистота и порядок развалились кто где тут вроде да не вроде а точно все веселенькие шустренькие у них все хорошо а вот там у маленьких цыплят там я вам показывал что один вот с таким с глазом плохим он такой мне не очень нравится а второй а второй короче эти не снесли еще короче 136 яиц сегодня молодцы а второй цыпленок вроде был из нормальных но он такой еще еще хуже по по состоянию здоровья визуально он еще хуже чем тот который с одним глазом вот пять красавчиков тот вон с одним глазом нормальным а второй такой плохой а вот этот такой видите какой какой-то мелкий взъерошенный ну я их пропоил визуально он не выглядит больным но слабый пропадет пропадет ничего не сделаешь а пять штучек вот прям красавчики ровненькие хорошенькие ну как есть и так мы за все лето за все лето не не за все когда мне дали первый ну короче я не помню сейчас только это голову себе забью буду вспоминать не вспомню ну короче за все время сколько инкубировали там семь штучек там четыре это одиннадцать и тут пять это шестнадцать штучек вроде и немного но для декоративной птички больше и не надо петухов может по весне продам может даже на рынок вывезу ну когда они будут большие красивые а курочки сколько будет все останутся мне такие вот красавчики мне нравятся такие прям красивые ну и плюшечку курочка с петушком взрослые мои ну которые родители этих красавчиков ну так да тот мне не нравится плохой сейчас у них вода чистая без ничего я пропаивал их пробиотиками всем налил один раз надо было бы еще но надо еще налить оно у меня есть так что пропаю вот такие и тут берем все будем заканчивать да кушайте игрушки кушайте он закинул туда не достанет кушает ну как то как то так все о и тут все съели ты сама все слупила это я не видел чтоб ела коврони о подлюки перевернули ну зараза и все справились да игрушкой сейчас закусят пузатые надо было не наливать а вообще нормально здесь на разлили где надо распробовали игрушку и тыквы им сегодня давал тоже небольшой кусочек ну съели сильно много не хочу давать боюсь чтоб запоносили и очень сильно разгребли корм поэтому кормушка там пустая ничего досыпать не буду вон осталось чуть-чуть здесь и вот тут много рассыпано до утра съедят голод не тетка да паразиты мелкие вкусно коврони ты такая толстая девочка нытья ты успокоилась так что вот так надеюсь что все покрыты вот с сегодняшнего дня я могу с уверенностью сказать что уже к замуж сходили все семь свиноматок прошлый год вот так с осенью у меня было только вот две за год из двоих конечно можно было развести еще больше но я себе оставил столько сколько мне нужно и теперь я на полных на полных парах с полными сараями с полными загонами буду работать с виноматками вот так точно так же как и с полями сложно но обработали обработали все засеяли столько сколько хотел короче тяжело но работаем вот такие вот дела ладно друзья всем большущие всем большое спасибо за то что смотрите ролики правда большое спасибо спасибо всем кто ставит лайки спасибо всем что пишите комментарии сегодня сегодня мы у меня получилось больше поотвечать то вот последние последние пару недель у меня вообще не было возможности в комментарии заходить то сегодня сегодня я поотвечал на комментарии больше то есть если у вас есть какие-то вопросы пишите спрашивайте ну или просто хотите что-то написать пишите вот так все друзья всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока